Ну что, всех поздравляю с апостольским постом. Апост это время и добрых дел, и время особого духовного подвига. Ну и, наверное, самое хорошее время, чтобы отдавать долги. И у меня остался один неотданный должок. Как он накопился? Да там разное было. То плохо себя чувствовал, то дела были, то, как говорят современные психологи, был не в ресурсе. И поэтому задолжал вам одну распаковку. Подарок пришел давно, но распакуем мы его сейчас. Причем, по всей видимости, подарок должен быть интересный и необычный. Та-дам! Во-первых, уже упаковка доставляет. Потому что я живу в деревне, и на упаковке деревня, что прям классно. Ладно, я его сюда положу, буду потихонечку из него чего-нибудь доставать. Потому что там прям много. Ну и я думаю, что то, что распаковка этого подарка чисто для меня выпала на пост, это тоже очень важно. Потому что без поста и так у нас всегда хорошее, отличное, приподнятое настроение. А в пост порой бывает иногда грустно. И получить подарок, точнее, получил давно, тоже было приятно. Но открыть его в пост, это особая радость. Вот, чтобы в пост поднять настроение. Приступим. Возьмем прибор. Так. Срежем вверх. Там пакет. На пакете узелок. Нет. Мы узелок развяжем. Я не знаю, это, наверное, байка, конечно. Но говорят, что раньше, когда цари и царицы выходили замуж, в общем, цари, да, то невестам давали всякие такие узелки скрученные. А принц в щелочку смотрел, когда выбирал, ага, какая будет развязывать не психуя, чтобы проверить характер. Так что да, мы справились с соблазном разрезать узелок и мы его развязали. Вот сначала, наверное, достанем такие подарки, которые обычные, ну, которые магазинские. Это чай, что всегда классно. Кстати, хороший чай, я вот, ну, он мне по крепости нравится. Вот. И коробка конфет с тремя богатырями. Один из них святой человек. Да, мы все помним богатырей. Кто это? Добрыня Никитич, Алеша Попович и Илья Муромец. Алеша Попович, получается, сын священника. Причем русские сказки порой отзывались, ну, советские, да. Вот я помню читал, и там, когда неприятель, и Алеша Попович говорит, я поеду его, победю. А Илья Муромец говорит, нет, Алеша, ты сын Поповский, у тебя глаза заведущие, руки загребущие. Ты увидишь на вороге богатую снарягу, как называть, вот богатые латы, облачения. И позавидуешь, и пропадешь не зазря. Поэтому сам Илья Муромец поехал. Ну, я вот не помню про остальных персонажей, но Илья Муромец вполне исторический персонаж. Его мощь упокоится, по-моему, в Киево-Печерской лавре. А в городе Муром тоже есть частица мощи достаточно крупная. Он, по всей видимости, как и многие из воинов, уже будучи раненым, принял монашество. И какое-то время, наверное, подвязался в монастыре. Но, например, на мощах его видно, что пробило щит, получается, пробило руку и ранило грудь. И часто бывало в тяжелых ранениях. Воины принимали монашество. И кто выживал, те продолжал жить в монастыре. Ну, а кто не выживал, те в иночском звании уходили в жизнь вечную. Про Илью Муромца я не очень знаю. Прожил он еще долгую жизнь в монастыре или не очень. Вот. Так что конфеты. А теперь будем доставать подарки, которые самодельные. Говорят, что лучшие всего подарки сделаны своими руками. Это одеялка. Очень приятно. У нас на севере-то лето бывает короткое. Вот. Иногда бывает в тот день работаешь. Не, на самом деле это прям классно. Это комплект, да, получается. Сейчас мы разберемся. Вот. Это... Это вот такая вот. Покрывальца. Ничего себе. Тут даже кармашек есть. Можно повесить на стену и положить туда какую-нибудь монеточку. И на самом деле здорово. Вот. Напишите в комментариях, что это. Это просто покрывальца для красоты. Или это... Или это на стену. Наверное, все-таки на стену для красоты. Или какой-то другой у него функционал есть. На самом деле здорово получилось. Вот так вот. Из отрезов ткани люди умеют делать такую красоту. Молодцы. Дальше. Дальше. Уже побольше. Лоскутное одеяльце. Это полноценное одеяльце. Вот. Это прям классно. Я, правда, вас, дорогие зрители, теперь не вижу. Ну, это вот прям произведение искусства. Спасибо, Господи. У вас, дорогие зрители, ну, не все конкретно одну зрительницу за такой чудесный подарок. Но это еще не все. Там еще что-то лежит в пакете. Угу. 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 Вот. Сзади звезда получилась. Сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Осьмиконечная. Осьмиконечная звезда в христианстве очень важна, потому что это символ Богородицы. То есть, Господь за шесть дней сотворил этот мир. Седьмой день – это вот теперешний, в который мы живем. А восьмой день – это день, который появился, ну, можно сказать, благодаря Богородице тоже. Потому что Сын Божий через нее пришел в этот мир и обещал нам восьмой день, когда этот мир закончится, и мы с Богом будем в вечности пребывать. Вот. И тут даже написано, наверное, это же самоделка тоже, да, я так понимаю. И здесь подпись автора, да? Наверное. Не знаю. Напишите в комментариях. Красивенько. Прихватки. И красиво, и на кухне всегда вещь важная, потому что пытаешься постоянно обжечь руки. И эта красота поможет батюшке сохранить пальцы. Все десять штук. Кофе. Вещь важная в нашем видеопроизводстве, потому что иногда бывает без кофе сложно снять ролик. Вот. И наволочка. Красота. Так и хочется голову положить. Ой, спасибо, Господи. Зеф Мича. Что значит с Коми? Очень красиво. Вот. Да. Действительно. Сейчас пост, особенно с наволочкой, пройдет очень радостно, потому что что есть наволочка? Вставляешь туда подушку, ложишь на нее голову, и пока ты спишь, пост проходит, проснулся, уже праздник апостолов Петра и Павла. А он на среду выпадает. Не, все равно на праздник придется проснуться, потому что служить надо. Вот. А потом уже на следующий день, день не постный. А ляпота. Вот. Спасибо, Господи. Подняли настроение добрыми подарками. Ну, а с вами был иеромонах Александр Митрофанов. Всех обнимаю. Подписывайтесь. И мы еще не раз встретимся. И что-нибудь когда-нибудь распакуем. Хотя, наверное, сейчас уже ближе к Рождеству, потому что вроде все подарки я распаковал. Всем пока.